Точно, надо лифт вызвать на наш этаж. Борь, вызови, сейчас вот человек уедет. Можно пройти витиеватым путем. А можно и напрямую. Ну и что? И что? И он тут стоит, почему не вызывается? Пожалуй, самая крутая и раскрученная парадная в Петербурге, в доме купца Елисеева. В народе ее называют ромашка. Ну, согласитесь, для этих интерьеров как-то звучит слегка уничижительно. Может, лучше спираль сансары, по которой, как и согласно буддийским догматам, можно подняться витиеватым путем. А можно и вперед, напрямую, к просветлению. Елисеев, владелец елисеевских магазинов и в Петербурге, и в Москве. Он занимался колониальными товарами, он занимался поставкой алкоголя. Дал заказ Гавриилу Васильевичу Барановскому построить доходный дом на Фонтанке 64. В последующем и вот этот дом на Ломоносово 14. Земельный участок был один, он был как по диагонали совмещен. Это были доходные дома, то есть они предполагались для получения прибыли. Эти два человека действительно очень плотно сотрудничали между собой. Барановский, автор, опять-таки, впоследствии, елисеевского магазина. Как так получилось? Елисеев, он видел гений. Помимо всего прочего, здесь сложились еще их личные взаимоотношения дружеские. Желтое остекление – это специально, чтобы серое питерское небо было чуть теплее, да? Да, чуть радостнее. Сам Барановский, он родом из Одессы. Конечно, когда он сюда приехал, ему не хватало солнца здесь. Понятно, что были заполнены все абсолютно окна. Это было борское стекло более высокой чистоты и проникновения солнечного света. А сама конструкция лестницы, по сути, заменяет галереи с техническо-экономической точки зрения. Да, именно Барановский принес новую идею. Вот этот средний флигель, который соединил центральную парадную с дворовым флигелем. А, и получается, что вот они так в разбежку на полэтажа идут? Лифт открывался на каждом полэтаже, чтобы не было многолюдно. Камерность более, колуарность такая, да? То есть жители этих квартир не видят жителей тех квартир. Даже если они одновременно вышли на лестничную клетку. Кто-то даже сравнивает это с французской башней крепостной, типа донжон, которая встроилась не по контуру самой крепости, а внутри крепости. И вот тут тоже получается, что у вас башня-лестница внутри самого дома. Двери родные, да? Здесь интересный момент. На этой площадке есть и родные двери вот этой квартиры, а есть и уже новодельные. Но надо сказать большое спасибо собственнику, что он очень аккуратно подошел к этому вопросу, деликатно, практически один в один он повторил вот эти исторические двери. И добросовестно бы впаял бы сюда какую-нибудь металлическую китайскую. Верхняя часть, она всегда была подсвечена в темное время, за этим следил швейцар. И отсюда тоже лилось освещение. Это звоночек оригинальный, что ли? Да, это сохранился оригинальный звоночек, тоже спасибо собственникам. Лифтом пользовались в основном барышни. Мужчины обычно поднимались пешком. Так вот, когда барышня выходила из лифта, она себя видела вот в зеркале, или ты вышел, сразу на себя посмотрел, поправил причёточку, зашёл красиво. Вот эти вот арки-полусводы, технически она держит лестничный марш. А освещение было вот здесь, вот мы вот в этом кружочке видим, да, что здесь была как раз какая-то люстра расположена. Слава богу, сохранилась уникальная решётка и уникальная шахта лифта, потому что в советский период времени круглые шахты лифта меняли на обычный прямоугольник или квадрат. И частично сохранились вот эти вот ажурные элементы. Вот таких круглых шахт лифта осталось в Петербурге четыре. И наша одна из них. Причём-то тут же какой-то уникальный лифт паровой стоял, да? Евгения Барановского, он применил здесь другую технологию, не паровой, это был гидравлический лифт, и поднимался он за счёт цилиндра, который наполнялся водой. Коршень опускался вниз, и, соответственно, кабина поднималась очень плавно, медленно, спокойно наверх. Цилиндр где-то в подвале располагался, был, наверное, на таких существенных размерах. Да, конечно. А когда воду выливали, соответственно, кабина мягко, также спокойно опускалась вниз. Зимой лифт этот не работал, потому что здесь было достаточно прохладно, и вода просто замерзала. Да, ну вот это не просчитали. Но более комично, конечно, вот эта вот советская дверь здесь. Да. И гармонирующая. Ну а что же делать, да? Сохранить ту машину, наверное, было просто технически невозможно. Даже не в этом дело. После революционное время оно немножко по-другому смотрело вот на эту роскошь, потому что это был не просто утилитарный предмет какой-то, да, но это был предмет роскоши, да, респектабельности. Там была маленькая скамеечка. Обычно это делалось из дорогих пород дерева. И я думаю, что после революции это просто заменили. Здесь была совершенно необычная кабина. Она была из многоугольных стеклянных полотен, которые были огранены фальсетом. Когда медленно поднимался на лифте, ты мог любоваться всей этой красотой. Так это еще все и преломлялось солнечными лучами, все искрилось. Лифты появились достаточно рано, но только в особняках. Это были пневматические лифты. Это было очень дорого. Лифты были очень красивые, различных пород дерева, да, со скамеечками обязательно, с зеркалами. Там, правда, эти лифты были не на пять этажей. Это было на первый, на второй этаж парадный, и все. И когда уже массово они стали появляться в доходных домах, только при появлении электрических лифтов, тогда они сразу уже стали до последнего этажа. И особенно это стало важно, когда появляется шестой, седьмой этаж. Массовыми они становятся к началу 20 века. Если раньше очень делилась барская квартира, а там на мансарде будут очень дешевые, значит, угловые жильцы жить. А при появлении лифта тогда все квартиры как бы уравниваются. Чем же все-таки подъезд отличается от парадной? Подписывайся, чтобы узнать. Новый ролик расставит все точки над «и» в вечном споре Москвы и Питера. Ну, этот купол – это нечто, конечно, когда ты выходишь. Весь этот свет на тебя льется из многочисленных желтых окон. Вот этот вот стройный ряд, видите, он прерывается. Но это не случайно. В этой филеночке было зеркало, которое отражало вот эти вот полуциркульные окна и добавляло еще это парадное освещение. Уже который объект Питер играет с оптикой, да, и петербургские архитекторы любят все вот это вот дело. То есть фактически полный круг из-за этого замыкался световой. Да, по сути, это был полный круг. Фасадная часть нашего дома облицована плиточкой. Она называется гигиенической. Дома уже более 100 лет, да, а состояние практически идеальное. У нас нет трещин, дом не нуждается в дополнительных каких-то расходах на текущие ремонты и так далее. Опять-таки гений Барановского в том, что он применил эту плиточку, а гений купца Елисеева, что он потратился на эту плиточку. Он рассчитал экономичность на перспективу. И не получилось у него здесь пожить. Он влюбился в девушку. И он ушел от своей семьи к этой барышне. Она была жена купца, который занимался золотом и держал золотые магазины в Петербурге. Его жена же первая покончила с собой. Да, со второй попытки у него получилось покончить с собой. Такая трагедия. Дети ему, конечно, не простили от этого поступка. Начала революция. Два сына были расстреляны. Двое уехали во Францию, эмигрировали. А Мария, пытаясь спастись, вышла замуж за революционера, уехала в Москву. Она дожила до глубокой старости в Москве, в коммунальной квартире, в комнате 14 метров. И работала она водителем обычного троллейбуса. Она же 1900 года рождения. Барановский к тому времени ему уже было 40 лет. Это лишний раз подчеркивает, что вот эта легенда о том, что Барановский строил дома для Елисеева, чтобы потом жениться на его дочке, развенчивает. Развенчивает. Это только легенда. Так же, как и про клубнику. Каким образом купцы Елисеева разбогатели? Они зимой принесли на стол Шереметьевым клубнику. Швейцар обычно встречал гостей уже здесь. Открывал два полотна дверей. Гости проходили по ковровой дорожке, поднимались по лестнице и оставляли свои калоши вот здесь или вот здесь. А такие ниши, да? Да, здесь были такие нишки, да. Здесь стояла вешалка, здесь топился камин. Верхняя одежда, она сушилась тоже здесь. Швейцар протирал ручки, перила, натирал постным маслом мозаику пола. Постным маслом? Да, совершенно верно, постным маслом, и полы были глянцевые, блестящие, очень красивые. Сейчас пусть здесь не швейцар, но консьерж, но учитывая интерес к вашей парадной колоссальной, вы очередной пример, когда это удалось привести в цивилизованное русло, совместить интересы жителей и туристов. У нас парадную открывали ногой, здесь зачастую спали... Еще, простите, а вот это как раз посетители, да? Да, это как раз наши посетители. Здесь очень неприятно пахло, здесь было очень грязно. В какой-то момент я сюда пришла, да, и на лестничной площадке я насчитала почти 60 человек. То есть сразу было несколько экскурсионных групп, поэтому мы решением собрания собственников определили порядок посещения. И за символические 100 рублей вы можете прийти в нормальное, в понятное время и посетить нашу парадную, полюбоваться красотой. Плюс у нас есть сопроводительный материал, у нас есть вот такая вот экспозиция, которая у нас пополняется. Живу я здесь с 75-го года, здесь родились мои дети, а получили мою комнату сначала в коммунальной квартире. Здесь же до сих пор коммуналки еще. Да, у нас еще вот пять коммуналок. Интересный поворот судьбы, учитывая, что этот же дом доходный, он изначально был элитным, и сюда не подселяли, ее не делили на углы и комарки. Вот 46 лет как в этом доме. Вы, наверное, идеальная консьержка. Да, я в принципе... Потому что своя рубашка ближе к телу, да? Да, да. Не то, что какой-то пришлый там Людвиг Аристарх. Я-то не идеально. Здесь идеальный был архитектор Барановский, говорят, здесь жил он. В архивах я читала, что он был управляющим этим домом и жил в этом доме. Семейный архитектор Елисеевых. Потому что строил все дома Елисеевых, по-моему, строил Барановский. Мы будем восстанавливать всю Балюстрату. Кажется, что это может быть... Что тут сделать, балясину поставить? На самом деле, один пролет вот с 15 балясинами по стоимости выходит 600-700 тысяч. Все это вы будете делать как раз-таки на те деньги, которые удалось собрать с организованных экспортских. Совершенно верно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова